Участники поездки вспоминают забавные моменты. Место встречи – молодежный центр 21 век. Здесь просто общаются, планируют мероприятия, развлекательные или спортивные турниры. Кристина Стратий с мужем – генератор идей для активного отдыха. В клубе мы делимся опытом, обмениваемся интересами. То есть мы с мужем приходим всегда делимся каким-то спортивной, да, частью по спортивной части. И общим отдыхом таким, да, которым мы себе там можем позволить, активные, да, там, походы, лес. Другие ребята приходят делиться опытом жизненным, как воспитывать детей, как успевать там с двумя детьми чем-то заниматься, как при этом отдыхать, как при этом работать и не забывать о себе. Клуб «Вера, Надежда, Любовь» действует почти 7 лет. В нем состоят около 50 молодых семей. В 2013 году его участники на краевом конкурсе выиграли детскую площадку, которую решили установить в хутор Иванов. В минувшем году победили на краевом фестивале клубов и завоевали право представлять регион и Анапу на всероссийском уровне. Финал проходил в Ярославле. Делегация города-курорта выступала в роли казаков, а также туристов, которые приехали на море. Кроме того, необходимо было предложить собственный проект. Образовательная площадка для будущих родителей появилась совершенно спонтанно. Везли мы с собой совсем другой проект, но вот там нам пришла в голову такая идея, что сейчас очень много акцент у нас идет на многодетные семьи, а семьи, которые все-таки являются еще без детей, получается, никто на них не обращает большого такого внимания. Мы хотим создать эту площадку, где мы можем собрать таких людей, которые хотят получить для себя информацию какую-либо, собрать туда специалистов, которые могут дать им такую информацию. Какие справки можно собрать, каким врачам можно обратиться, каким специалистам лучше подойти, как бы вот у нас по краю, чтобы получать какую-то информацию уже из первых уст. Это могут быть как консультации педагогов и психологов, так и медицинских специалистов. На организацию семинаров будет выделено 100 тысяч рублей. На эти деньги молодые пары планируют организовать четыре таких образовательных площадки. Не исключено, что мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Александр Ребека, Руслан Душевский, Анапа. Регион.